С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 6 августа. День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В 1945-м американская авиация подвергла атомной бомбардировке японский город Хиросиму. Никакой военной необходимости в этой акции устрашения не было. Президент США Гарри Трумэн заявлял, что бомба сброшена на военную базу, однако она упала на головы мирных жителей, женщин, стариков и детей. В результате взрыва, который произошел на высоте 600 метров, большая часть города была разрушена. Погибли более 140 тысяч его жителей. Ну а число жертв ядерной бомбардировки растет и поныне, так как последствия взрыва сказываются уже на нескольких поколениях. Также сегодня отмечается Международный день врачи мира за мир. Отмечается по решению исполкома международного движения врачи мира за предотвращение ядерной войны. Опять же в день бомбардировки Хиросимы. День железнодорожных войск страны. 6 августа в 1851 году вышло высочайшее утверждение императором Николаем I, после чего было сформировано 14 отдельных военно-рабочих, две кондукторские и телеграфические роты общей численностью 4340 человек, что и положило началу формированию первых военно-железнодорожных подразделений. Им предписано поддержание в исправном состоянии железнодорожного пути, обеспечение бесперебойной работы станции охраны мостов и железнодорожных переездов. В годы Великой Отечественной войны железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более 120 тысяч километров железных дорог и свыше трех тысяч мостов. У родившихся в этот день 1667 год в этот мир приходит Иоганн Бернули, швейцарский математик, механик, врач и филолог, классицист, самый знаменитый представитель семейства Бернули, младший брат якобы Бернули и отец Даниила. 1856 год рождается Аполлинарий Васнецов, русский живописец, младший брат Виктора Васнецова. Он учился у Репина, Поленова и, конечно же, у своего брата. Зачинатель исторического пейзажа. Так Москва 17 века оживает на его пейзажах улица в Китай-городе Красная площадь. Ну а в Третьяковской галерее представлены эпические полотна художника Родина, Тайга на Урале, Синяя гора и Кама. 1881 год рождается бактериолог Александр Флеминг. С первых шагов в науке он одержим идеей, что все живое располагает защитными механизмами. Иначе говоря, ни один организм не мог бы существовать. Бактерии беспрепятственно вторгались бы в него и убивали. Поиск у этих механизмов Флеминг посвятил жизнь. В лаборатории Флеминга его главным врагом была плесень. Никому не приходило в голову использовать эту так называемую грязь в борьбе с болезнями. Однажды в одной из чашек Флеминг обнаружил плесень, вокруг которой бактерии не размножались. Отделив плесень, он установил, что бульон, на котором разрослась плесень, приобрел отчетливую выраженную способность подавлять рост микроорганизмов. Вот так вот неожиданно в 1928 году и был открыт пенициллин. Он положил начало новой эре в медицине лечению болезней антибиотиками. 1938 год. День рождения Игоря Лученко, композитора, народного артиста Белоруссии, автора многих песен Олеся, письмо из 45-го «Память сердца». О событиях этого дня 1889 год. В США проходит последний в мире официальный боксерский поединок без перчаток. Бой Салливана и Килл Райвилла. Он длится 75 раундов и завершается травмами обоих спортсменов. Манифестом от 6 августа 1905 года император Николай II учреждает Государственную Думу как особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов. Однако первое заседание Госдумы состоялось только в апреле 1906 в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Подготовка первого созыва сопровождалась скандалами и даже стачками. Отмечу, что до 1906 в Российской империи отсутствовал вообще какой-либо представительный законодательный орган. Его появление стало результатом революции 1905 года. 1932. Муссолини открывает первый Венецианский кинофестиваль. К участию в нем организаторы, находившиеся под личным контролем привлекают 9 стран. В следующем участвуют уже 17 стран и 40 полнометражных фильмов. Тогда главный приз Кубок Муссолини был вручен, между прочим, Советскому Союзу за лучшую представленную программу. В нее входили веселые ребята, Гроза, Петербургская ночь, Иван, Пышка, Новый Гулливер и Окраина. После войны фестиваль возобновился. Сегодня в Венецианский самый элитарный. Он проводится на острове-курорте Лидо, а эмблема Венеции «Золотой крылатый лев» с 1980 года стала главным призом кинофестиваля. 1935-й на Тушинском аэродроме проводится первый всесоюзный слет парашютистов. В соревнованиях принимает участие 21 команда. Совершается 785 прыжков, из них 258 затяжных и 29 даже ночных. Закончился слет парашютистов грандиозным авиационным праздником, в финале которого был проведен массовый прыжок парашютистов. После этих событий в СССР впервые в мире был создан новый род войск – парашютно-десантные. 1961-й сообщается о новом космическом триумфе СССР – первом в мире суточном полете в космос советского космонавта. Второй в истории человечества полет, след за Юрием Гагарином, совершает 26-летний Герман Титов. Он проводит на орбите 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз и увидев таким образом 17 космических зорь. Советский космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал, поужинал в невесомости и, главное, сумел поспать, что было одним из важнейших экспериментов. Он доказал, что человек может жить и работать в чуждом ему пространстве. Ну и еще об одном событии подробнее. 1991-й год. Тим Бернерс Ли изложил концепцию всемирной паутины. В этот день был размещен первый в мире веб-сайт на первом в мире веб-сервере. Ресурс определял понятие всемирной паутины, содержал инструкции по установке веб-сервера и использовании браузера и тому подобное. Этот сайт также являлся первым в мире интернет-каталогом, потому что позже Тим Бернерс Ли разместил и поддерживал там список ссылок на другие сайты. Ну и все же теоретические основы веба были заложены еще, знаете в каком году? В 1945-м. Некто Ван Авер Буш разработал концепцию Memex. Это устройство, в котором человек хранит все свои книги и записи и которое выдает нужную информацию с достаточной скоростью и гибкостью. Оно является расширением и дополнением памяти человека. Бушам было также предсказано всеобъемлющее индексирование текстов и мультимедийных ресурсов с возможностью быстрого поиска необходимой информации. Ну, прям как сейчас. Следующим значительным шагом на пути ко всемирной паутине было создание гипертекста. Так что интернет не такая уж современная выдумка. Все придумано ранее, а вот воплощено чуть-чуть позже. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.